Давайте поговорим об изучении и выучивании слов того языка, которым хотим овладеть. В данном конкретном случае это финский язык. Наверное, большинству знакома ситуация. Сидишь, учишь слова, на следующий день, дай бог, если половину помнишь, через неделю, может быть, и 20 процентов только. Изучение слов, конечно, требует большого количества времени и большого количества повторений. При этом в изучении слов есть свои закономерности. Роджер Хокинс в своей книге How Second Languages Are Learned, An Introduction рассказывает в том числе и о процессах, которые происходят в наших мозгах, когда мы стараемся выучить слова нового языка. Что же происходит в черепушке среднестатистического взрослого ученика? У нас в голове есть концепции. Возьмем для примера кота. Мы можем представить себе картинку черного кота. Большими буквами написана именно концепция. Она связана с котом. В речи и на письме она выражается лингвистической формой, то есть словом кот и буквами к-о-т. На схеме вы видите обозначение L1 от английского language, first language. Так в научной литературе традиционно обозначают первый, родной язык учащегося. Изучаемый язык обозначают, соответственно, L2. Когда мы учим финский язык, мы связываем новое слово киса с русским словом кот. Мы связываем между собой именно лингвистические формы и переводим с языка на язык. Для этого, например, нам нужны словари. Так формируются связи между словами. В дальнейшем мы привязываем финское слово киса к концепции кот и перевод нам уже не требуется. Когда в голове возникает мысль о коте, сразу на ум приходит финское слово киса. Чем больше связей мы создаем между разными словами и разными концепциями, тем быстрее запомнится слово и тем легче нам будет его вспоминать и использовать. Это, конечно, очень кратко и без деталей. Поговорим теперь о связях между словами. Только что я упомянула, что чем больше связей между словами и между словами и концепциями, тем лучше. Как же создавать эти связи? Во-первых, надо создать связь между новым словом и уже нам известным. Этот первый этап изучения слов называется именованием или присвоением имени. Помимо перевода в этом деле чрезвычайно полезны любые материалы с картинками. К примеру, игра в крестики-нолики, кроссворды с картинками, где надо написать название картинки, соединить картинку и слово, карточки с картинками и другие материалы. Посмотрим повнимательнее игру в крестики-нолики, которая подходит и детям и взрослым. В принципе, все как в стандартной игре в крестики-нолики. Поле 3 на 3 клетки, один игрок ставит крестики, другой нолики. Вот только в обучающей игре надо назвать слово. Если не знаешь слова, то пропускаешь ход. Победил тот, кто назвал и отметил три слова в ряд по вертикали, горизонтали или диагонали. Аналогично можно играть не с картинками, а с написанными словами. Слово, конечно, написано на уже знакомом языке, а назвать надо его перевод на изучаемый язык. Поехали дальше. На следующем этапе нам нужно создавать связи уже между словами и концепциями изучаемого языка. Часть таких связей выстраивается с помощью синонимов, антонимов, гиперонимов и гипонимов и тому подобных приемов. Остановлюсь на загадочных словах гиперонимы и гипонимы. На самом деле все просто. Это общие и частные понятия. Например, мебель, колустет, общее понятие. Стул, стол, шкаф, кровать, частные понятия. Таким образом удобно складировать лексику по темам. Дальше нам надо научиться объединять эти слова во фразы и группировать подходящие друг другу по смыслу слова разных частей речи. Глаголы, существительные, прилагательные. Тут тоже много способов, но в этом видео я расскажу об одном. Mindmap. Интеллект-карта или ментальная карта. Карты хорошо писать от руки, но можно делать и на компьютере. Для удобства записи этого видео я сделаю набросок карты в программе X-Mind. Возьмем главную тему. Например, дом или мой дом. Что есть в доме? Комнаты. Хуанет. Вспоминаем и перечисляем их. Дальше. Какая в доме есть бытовая техника? Вспоминаем и пишем. Хуанет. Что делает наш дом уютным? Это сисустус. Ковры, картины, зеркала и так далее. Не забудем про глаголы. Создадим ветку Митаминотеен Котона. Дальше карту можно развивать, добавляя детали. Какой наш дом? И еще там мебель. Какая это мебель? Какой мой диван? Этот способ помогает и повторять пройденную тему, и учить новую, находя в словаре слова по теме. Наверное, на сегодня достаточно. Хотя тему про изучение слов можно еще продолжать и, конечно, рассказать еще очень много. Возможно, в другом видео я это и сделаю. Помните, что все мы разные, и всем помогают разные способы. Пробуйте разные методики и используйте те, которые вам подходят. Учитесь с удовольствием! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!